Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Live, и у нас в мире юрского периода скоро появится новый, новый водный гибрид. А я хотел сначала подумать, что это как бы рыба, но не просто рыба, а это как будто какой-то целокант, промежуточное звено между рыбами и амфибиями. Оказывается, это у нас появится новый гибрид. Не написано, что это супер гибрид, то есть это у нас будет... Давайте смотреть, на кого он похож. Блин, ну это рыбьёху-то угадать несложно. А, ну так это гибрид что ли двух рыб, я что-то не вижу тут как-то или... Вот у кого-то морда вот острая. Так, давайте сейчас попытаемся что-нибудь так угадать. Я нигде ничего не читал, чисто так сейчас свои мысли выскажу. Для бананчик тупая морда. Ну это вот это типа... Ну, кстати, у него такой вот морда немножко туповато, но это длина шеи какой-то может быть. И рыба, рыба, рыба. Рыба, рыба, рыба. Ну вот, типа вот, морда больше мне на вот на этого похожа. На артакантуса, похоже, рыбёха. Артакантус плюс прогнатодон, кстати, вот. Вот морда похоже немножко. Ну, а ещё она больше похожа на вот этих длинношеях, но я как бы, ну как-то глупо брать длинношеевого и делать из него по виду, то обычная рыба-то у нас там гибрид получается. Ну, то есть, не ксифактин, вот может быть телозавр, но это как-то слишком круто. Ну, вот прогнатодон плюс артакантус. Вот такие, но морда похоже, как будто бы у какого-то длинношеевого динозавра взята. Вот-вот на это очень морда похоже, на элосмозавра похоже морда. Но как-то смысл его скрещивать с рыбой, чтобы существо было похоже тупо на рыбу. Что-то как-то по виду мне пока не очень этот гибрид, ребята. Так, ну, то ладно, как говорится. Давайте сейчас мы зайдём, давайте вообще в моды зайдём. Раз у нас тема по модам идёт, пусть будет у нас ещё мод. Схватка редких там как-нибудь, давайте вот пройдём вот этот по-е-ди-нак. Так, обычное усиление, обычное, обычное... А, на 20%, а тут 15, а вот это командное усиление, и он стоит последним. Это, конечно, не прикольно. Так, здесь нужно взять, просто взять троих хищников. Не суперсильных можно брать. Потанкует. По две троих... Они слабенькие, бьют не больно. Индоминуса возьмём, ребята. Ираджика давайте возьмём. Давайте вот последнему сразу какое-то командное усиление придумаем. Так, чтобы не ошибиться. Усиливает показатель атаки всех союзников на 100. Такое себе... Это на 10% это будет... 10% это 170. Это лучше, конечно, будет усиление. Давайте возьмём его, но у меня всего их два. Ой, 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 стой, вернись. Вернись, Раджа. Так. Чего Индоминусу дадим? Чего мне больше? Давайте Альфу дадим. Так. А вот этому парню... Какой-то бесполезный дадим сейчас. Воровство. Вмешательство что даёт? Отключает мод вражеского существа. Ну, пусть будет так. Та-дам! Взяли и отключили. 1100 у нас сила урона. Так, ну он себя усилил. Подожди, чё-то как-то слишком так бодро он себя усилил. 10% вроде больше. Ну, ладно. Жаль, да, что это не усиление, которое включает все усиления противника. Ну, это наш главный противник. Дальше травоядный. Там дальше мы уже распетляем. Главное тут не слиться. Трапой гоптера нужно убивать одним чётким движением. Ну, вот на следующий ход, например. Так, у меня 10 минут. Серия должна быть, ребята, короткой. Мне надо бежать. Так, раз, два, три. Раз, два. Итак, попробуем сберечь эндоминуса. Ну, все, короче, вкурили, да, что последний динозавр должен иметь усиление командное. Хотя, можно было его выманить. Если бы был один травоядный, можно было первым поставить какого-то птерозавра, чтобы он подбинился на пару завроловок и быстро его убить. Так, этого как раз хватает. А, два, блин, я думал, три проходит. Пять. Ну, как раз он меня сейчас и пробьёт. Хотя нет, пять, у меня два. Опять три. Вот гадёныш. Жук! Колорадский. Ну, сейчас точно пробивает. На все три. Ну, на все шесть, в смысле. А, ну, в принципе, ещё, знаете, какая-то фишка? Когда у вас есть усиление, ребята, есть смысл динозавров сохранять. Конечно же, такой смысл есть. Ну, это мешает стратегии. Так что, будем посмотреть. Так, ну, этого мы сейчас быстро добьём. Два балла он оставил, но это его не спасёт. Вот так. Как вам, ребятки, эти усиления? Стали вы сражаться в этих боях, теперь не пропускаете. Аль как? Так, ну, этот поединочек есть. Дальше давайте ещё, наверное, сделаем бой вот здесь. Попытаемся. А, одни, 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 одни хищнички. Берём первую амфибию на растерзание, вторая демажит. И третья демажит. А хватит ли мне силей? Их же трое, и они бьют очень больно. Мне кажется, тут даже не хватит нам такого. Давайте, горгазуха, а всё-таки одного хищника крепкого. Ну, такого. Потому что пробить троих, наверное, пахигалазавров проще. С ними проще накопить баллы, а вот с этим уроном совсем непросто. Ну, мастазанзавр у нас, это просто пушечное мясо. Два выдержит. Молодчинка. Ну, один, чтобы нас не пробили тупо за один. На следующий ход, чтобы не было обидно. А на пять пусть атакует. Уровень у них, конечно, жёсткий. 183, 123, они как бы и так не шибко слабые. Так, ну, Таникала Греус умрёт сразу же. У нас полный фарш по баллам. Так, ну давай. Раз, два, три. Раз, два. Ну, Гаргазух, кстати, намного мощнее, чем Индораптор. Ну, в данной ситуации. У него жизни больше, а ещё и по нему отрицательный урон. На шесть. Пробил. Ну, в целом, можно было пройти двумя существами. Если бы я его защитил. Хотя бы там на один-два балла. И хватило бы его пробить легко. Так, блин, ещё один бой. Четыре минуты, и надо выходить. Ну, как раз один бой, может, уложусь. Иначе придётся склеивать. Так, здесь тоже, в общем-то, ничего такого сложного нет. Первый, он, скорее всего, подменится. Берём второго. Ну, так распетляем. Не буду бить. Полжизни снял. Ха-ха-ха. Слабак. Блин, ну я его пробил. Ну, у меня Энниш, наверное, за один пробьёт. 259-й уровень. Блин, Диплодок 1456-й. Ха, не пробивает, обломись. Но он меня атакует всё равно. Но на все четыре, да? На три. На три, да, да, на три. Блин, чёрт, у них много жизней. Чё-то я как-то на это не очень рассчитал. 18 тысяч, ё-моё. Ну, Ханя, чё я боюсь? Ну, это же не так уж и много. Ну, а у Диплоса сколько? Ну, как раз давай на все шесть. Даже на пять? Да за три он меня не пробивал. Это читер. Зачем он один балл оставлял? Зачем? Как будто бы он его спасёт от 50 тысяч урона. Ладно, ребята, некогда смотреть. Ладно, надо следующий бой пройти. Не люблю бросать дела недоделанными. Так. Первый пахик. Потом можно взять... Астапозавра, наверное. Тесно. Он должен подмениться на Индоминуса. Ну, да, да. Потому что пахик сам по себе не шибко сильный. Смотрите, даже Индоминус 144-го левела, а пахик голосом всего лишь 40-го, он редко бывает, очень редко бывает более высокого уровня. Индоминус 114-й, ребята. Так, это на все 5. У него вроде больше нет. 42 косаря слабак. Я 47 в прошлом бою наносил. Двина, блин, не хватило какую-то соточку. Защитимся. Да. Ему нужно тратить балл, скорее всего. Он сейчас подменится еще раз. Если атакует, я тоже атакую. На 2 атаковал. 1 балл приберег. Я атакую на 3 сейчас и не защищаюсь. Ну, все, в общем-то, победили. Одна минута. Опаздываю. Давай, атакую не смей ждать. Трус. Ну, может, так ты умрешь. 4 хватит, отлично, победа. Давайте быстрее награды бежать надо, ребята. Бежать надо. В общем, я с вами уже прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Разблокировали геозавра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok